Итак, северокорейские войска с Приморского края попали уже на территорию Курского региона, Курской области, где немалую часть взяла под контроль украинская армия, украинские вооруженные силы. Российская армия не может выбить, и это уже очевидно, что в ближайшие месяцы это не случится. Может быть даже в ближайшие полгода украинские силы с этой территории, с территории российского приграничья, с серой зоны, которую создали украинские силы, а не российские, как того хотели, в Сумской и Украинской области. И, следовательно, Путину понадобилась помощь. Почему бы не воспользоваться северокорейскими регулярными силами, северокорейскими военнослужащими, которых в избытке у его подельника, союзничка Ким Чен Ина. Именно по этой причине, в первую очередь, северокорейские войска оказались на территории Курской области. Сколько их там, неизвестно. Глава украинской разведки Кирилл Буданов утверждает, что в ближайшее время, в ближайшие дни все узнают эту информацию, и украинская разведка сможет понять, а сколько же северокорейских военнослужащих оказалось на территории Курщины. Сколько человек, сколько людей Путин пустит из Северной Кореи на убой. Боюя с украинской армией. Для того, чтобы продвинуться хотя бы на один километр, хотя бы на полкилометра вперед, как он считает это квадратами. Три на четыре, три на пять, один на два и так далее. Однако ситуация выглядит куда более сложной, потому что северокорейские инструкторы уже находятся на территории украинского оккупированного Донбасса. Буквально недавно стало известно, в том числе от украинской военной разведки, от украинских вооруженных сил, что шестерых северокорейцев убили, четверых, если мне не изменяет память, взяли в плен украинские военнослужащие, украинская армия. То есть то, что там есть уже на украинском Донбассе северокорейцы, это факт. Однако они приходили дозированно, в очень малых порциях. Это были инструкторы в большинстве своем, которые смотрели, а как проходит война, как она происходит, эта новая, технологически новая война 21 века. Сейчас ситуация меняется. Дополнительно появляется новость о том, что северокорейские летчики прибыли на территорию России и уже проходят тренировки, сложения, уже управляют российскими самолетами, мигами и сушками, в том числе и Су-25, на территории тех или иных российских военных аэродромов. В каком количестве прибыли эти северокорейские пилоты, также неизвестно. Северная Корея довольно закрытая страна, там очень маленькие разведывательные возможности, не только у Южной Кореи, но даже у Соединенных Штатов. Крайне маленькие. Поэтому понять, сколько конкретно человек отправил Ким Чен Ын, очень и очень тяжело. Однако возникает, конечно же, вопрос. А для чего тренируются эти северокорейские пилоты? Для того, чтобы в последующем устроить конфронтацию на территории Корейского полуострова, и этот конфликт с каждым днем становится все более и более вероятным и очевидным, и я склонен полагать, что в конечном-то счете война на Корейском полуострове произойдет вновь, как в 50-х годах прошлого века. И Северная Корея вновь выступит против Южной. И Северную Корею вновь будут поддерживать такие страны, как Россия и как Китай. Все повторяется, как вы видите. Просто история пошла в обратном порядке. Обратный ход истории задался. Или же эти северокорейские пилоты, продолжая эту мысль, специально тренируются для того, чтобы в последующем управлять всеми этими МИГами и Сушками, истребителями, вывардировщиками Российской Федерации, которые будут направляться исключительно на войну против Украины. Против украинских пилотов, которые пилотируют украинские или американские уже самолеты F-16. Против украинских военных, против украинской инфраструктуры, критической, гражданской, стратегической, энергетической, против украинских мирных городов и мирных жителей Украины. Пока что все эти вопросы повисли в воздухе. Что точно известно, так это то, что немалое количество северокорейских военных прибыло в Россию, в Приморский край, на территорию Дальнего Востока. Несколькими партиями, несколькими кораблями эти военнослужащие пришли. Их подвез Ким Чен Ин и принял Владимир Путин. Что они проходят сважение, не проходят тренировку, не проходят учения в российских военных частях. Что они будут таки направляться воевать против Украины. Против украинской армии. Пока что на территорию Курской области. В большинстве своем. Потому что Путину крайне важно выбить украинские силы оттуда. Однако уже мы видим также и тот факт, что на территории, например, украинского Донбасса, оккупированной его части. В той же Авдеевке, кстати, дополнительно можно сказать. Российские военные инженеры строят очень глубокие тоннели. Я напомню, что северные корейцы, они специализируются на военной инженерии и на прокладывании подземных тоннелей. Которые они напрокладывали к Южной Корее в последние там 70 лет. Именно северные корейцы помогали и Хамасу, и Хазьбале строить подземные тоннели у себя там в Ливане на территории сектора газа. И они, вероятно, сейчас помогают россиянам прокладывать все те же тоннели на территории украинского Донбасса. Однако я вам говорю обо всех этих вещах не просто так. Это очень важная, это очень серьезная тема для обсуждения. Которая значительным образом все меняет. Да, мы слышим различные мнения на сей счет. Мы слышим различные цифры. Украинская разведка говорит, что 10 тысяч северокорейцев прибыло в Россию. Южные корейцы, министр обороны Южной Кореи, министерство обороны, разведка Южной Кореи говорит, что больше 12 тысяч. Кто-то говорит несколько тысяч всего. Цифра на самом деле как бы представляется небольшой. Однако, знаете, какой бы ни был размер, размен, да? Один украинский солдат на 10, на семерых, на 15, на 20, на 30 северокорейцев. Все равно за каждым, за каждым этим боестолкновением будет стоять жизнь украинского солдата. Будет стоять погибший, раненый, контуженный украинский солдат. И какие бы эти северокорейцы ни были, владели бы они каким-то мастерством военным или не владели бы. Выступали бы они только пушечным мясом или не выступали бы. Это никак не умаляет того факта, что жизни украинских солдат все равно будут под угрозой. И теперь угроза масштабируется из-за нахождения северокорейцев на территории пока что российского приграничья в большинстве своем, Курской, той же области. Быть может пока что в маленьких цифрах. Однако эти цифры могут увеличиться, мы еще об этом поговорим. Это важно. Однако с другой стороны я слышу различные мнения, крайне важные для меня осуждения, например, таких людей, как израильский военный журналист Сережа Ауслендер, с которым я знаю, что вы любите слушать наши разговоры, который знает очень многое о войне, о том, как она ведется, и России против Украины, и Ирана против Израиля, и в том числе о том, что происходит на Корейском полуострове, в Тихоокеанском регионе. Это очень осведомленный, очень аналитичный человек. И он также говорит, произносит очень правильные вещи. Во-первых, конечно же, у россиян возникнет в первую очередь сложность с переводом. Ни одни переводчики российские, которых на самом деле не так уж и много, не смогут сделать так, чтобы произошло нормальное сложение этих северокорейских сил с россиянами, чтобы российские инструкторы смогли нормально провести учения для северокорейцев. Это совершенно другая культура, совершенно другой язык, совершенно другая философия и прочее, прочее, прочее. Ко всему прочему, это, конечно же, дополнительно нагрузит российский транссиб. Те транссибирские магистрали, железные дороги, по которым уже и так идут российские техники, российские военнослужащие, российские конвои и прочее. Однако здесь возникает вопрос, а если Владимир Путин и Кимчин и не собираются ничему обучать этих северных корейцев? Если они просто отправили этих людей как пушечное мясо? Ведь не только же зэками воевать, не только же добровольцами, контрактниками, срочниками российскими. Почему бы не повоевать северокорейским мясом, которого очень много, ведь армия Северной Кореи миллион людей. Ведь резервы Северной Кореи 4 миллиона, мобилизационный фонд 6 миллионов человек, мужчин и женщин, которые служат от 5 до 12 лет. Да, войны на корейском полуострове давно не было и северные корейцы не умеют воевать должным образом, но так поэтому их направляют поучиться, как на полигон. Для Кимчина Инна Украина это полигон, как и для Путина, к большому сожалению. Хотя для Путина это еще и, конечно же, желанная цель захватить, уничтожить и покорить. Я более чем уверен, что мы видим пока что пробник. То, что Кимчин Инн сюда направил, на территорию Курской области, летчиков, своих инструкторов на Донбасс, это всего-навсего пробник. И двое диктаторов, которые договорились предварительно, подписали военный оборонный договор о сотрудничестве. Когда Кимчин Инн Путину отправил северокорейских собак, а Путин Кимчин Инну 24 жеребца и 500 российских коз. Вот так они договаривались. Однако в рамках этого договора очевидно, что Северная Корея будет помогать Путину, а Путин будет помогать Северной Корее. Так вот, я думаю, что это пробник, что после этого будет все больше и больше севернокорейцев на территории украинского государства и оккупированных областей. Ведь давайте тоже будем честны, Путин в своей преступной конституции, которую он незаконно обновил в 2020 году, сейчас, когда уже началась полномасштабная война, включил украинские оккупированные, даже отчасти регионы, Луганскую, Донецкую области, Запорожскую, Херсонскую, в состав России. Это прописано в его конституции. И я точно не исключаю того, что северокорейские военные окажутся и на украинских оккупированных частях, на украинских оккупированных областях, регионах. Это вопрос времени. И вопрос времени, пока Ким Чен Ин будет отправлять все больше и больше. Зачем это Ким Чен Ин вполне понятно. Этот человек хочет восстановить заново войну, военные действия против Южной Кореи. Там уже взрываются дороги, соединяющие две страны. Там уже находятся так называемые южнокорейские беспилотники и уже угрожает Ким Чен Ин войной и говорит, что вот это вот провокация, что это повод. Все происходит так, как происходило у нацистов. Нет ничего нового на этом белом свете. Что нужно Ким Чен Ин, вполне понятно. Что Владимиру Путину нужна живая сила, потому что своей не хватает, тоже понятно. Однако Владимиру Путину нужно нечто большее. Ему нужно, чтобы война постоянно масштабировалась. Ему нужно угрожать Западу. Ему нужно Запад шантажировать. Ведь посмотрите, что происходит вот сейчас, за последние месяцы, за последние там даже год. Эта война России против Украины приобретает все больше характер нерегиональной европейской глобальной войны. Это изначально, по большому-то счету, была глобальная война, начало глобальной войны, которую постоянно Запад сдерживает и пытается ее купировать хоть каким-то образом, чтобы она не расширилась куда-то. Хотя уже в Южной Корее, в Японии говорят, что на 100% перейдет на территорию Азии. Что это пламя перекинется и туда. И это тоже вопрос, на самом деле, времени. Только вопрос, какого времени? Месяцев или лет? Я более здесь пессимист, кстати. Мне кажется, месяцев. Субтитры создавал DimaTorzok